Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня у нас будет очень интересный разговор. Мы будем говорить о первичном рынке недвижимости и будем говорить о ретроспективе этого рынка. То есть мы рассмотрим вот такую длинную гистограмму, начиная с 1990 года. Напомню, что в 1991 году Украина приобрела независимость как самостоятельное государство, то есть стала субъектом международной политики. И вот посмотрим, что произошло за все это долгое время с первичным рынком. Напомню вам, что это строительство, а строительство, в общем-то, это одна из основных сегментов украинской экономики. Естественно, подведем итоги 2022 года, это все, друзья, официальная статистика. Ну и в конце понятно, что я сделаю среднесрочный прогноз на 2023 год. Друзья, смотрим подготовленный мною материал, будем использовать исключительно официальную статистику. Это служба статистики публикует, у них есть на их сайте раздел статистические данные, и вы можете, так сказать, найти все эти данные. Естественно, они не в таком виде, это очевидные вещи. Итак, повторюсь еще раз, перед вами будет период исследования. 1990 год, это еще Украина была в составе Советского Союза. Но данные у нас в службе статистики сохранились. Это еще раз повторяюсь официальные данные. И посмотрим весь этот данный период до 2022 года, что происходило. Я вам напомню события, которые происходили в Украине, и которые, в общем-то, так или иначе повлияли в том числе и на первичный рынок. Начинаем от Советского Союза. 1990 год. Было сдано в эксплуатацию 270 тысяч квартир. Мы сейчас говорим не о квадратных метрах, а говорим о квартирах. То есть это все выражается в штуках. То есть видим, какое количество квартир было. Напомню вам, что за весь период самостоятельно независимой Украины не было построено столько квартир за один год. Это у нас по годам идет данный. Дальше мы видим, как Украина становилась самостоятельной. Естественно, я хорошо помню это время. Видим, как стагнировала строительная отрасль вместе с экономикой Украины. Ну и видим подъем 2005 года. Видим, как строительная отрасль оживилась. И это продолжалось до 2007 года. Друзья, напомню вам 2007 год. Это последний год роста экономики Украины. И в 2008 году, в октябре, мы, так сказать, на себе ощутили мировой экономический кризис, который начался, друзья, с апотечного кризиса в Соединенных Штатах Америки. И вот мы видим пиковые реперные точки. Я обозначил такими красным шрифтом. 2007 год. Мы видим, было сдано наибольше всего квартир за историю Украины. Естественно, видим, это был пик выдачи кредитов на первичном рынке. Не кредитовался только ленивый. То есть, вы, наверное, помните. Ну, кто постарше, наверное, помнит. Я это хорошо помню, что кредиты давали в том числе и под первичный рынок. Дальше мы видим, наступил мировой экономический кризис в 2008 году. Видим спад в отрасли строительной. И вот с 2013 года, ну, здесь примерно видим плюс-минус, одинаково сдавалась квартир. И вот с 2013 года, напомню вам, что это революция у нас очередная произошла. И мы видим, как, в общем-то, стало развиваться строительная отрасль. А точнее, я подготовлю еще один слайд чуть позже, наверное, как стало девальвировать национально денежные единицы. Ну, вы, наверное, тоже это хорошо помните. Здесь я не привожу этих данных. Я просто показываю, что первичный рынок стал бурно расти. Бурно расти. И это было связано, друзья, с девальвацией гривны. То есть, кто помнит, курс с 5 до 8, потом до 16, 17 и так далее. Это происходило как раз в этот период времени. И люди, у которых были деньги, естественно, они защищали эти деньги от инфляции и девальвации, несли, напомню вам, первичный рынок. Это исключительно договора все инвестиционные подписываются в национально денежные единицы. И вот эта масса обесцененной украинской гривны в целях, так сказать, сбережения от обесценивания хлынула на первичный рынок, что, в общем-то, позволило этому рынку достаточно активно развиваться. Дальше, смотрим, друзья, начинаются военные действия. 2014-2015 год. Это, помним, да, война Донбасс. Ну, про Крым уже прям молчим. Видим, что строительная отрасль продолжает набирать обороты. Продолжает вроде как и война на востоке Украины идет, а строительная отрасль надувается новыми и новыми, сдаются новые и новые квартиры. При этом при всем ипотечное кредитование, друзья, практически отсутствует. Там несколько, может, банков на одной руке можно было посчитать, выдавали кредиты под ипотеку. То есть еще раз повторюсь, что это время также характеризуется изменением курса гривны по отношению доллара. То есть гривна обесценивается или девальвирует, и люди, которые имеют эти самые гривны, несут эти деньги, естественно, на первичный рынок. И вот мы видим 2018 год. Ну, кто помнит хорошо, кто не помнит, напомню. В 2018 году мы увидели достаточно интересную картину, что количество данных квартир в эксплуатацию достаточно сильно снизилось, и это было связано с переделом первичного рынка недвижимости. То есть начали регулировать заново компании застройщиков, появились новые правила, и, в общем-то, практически целый год рынок первичный не, так сказать, не работал. Да, задавались в эксплуатацию какие-то старые проекты, но вот этот год, именно этот год был связан с тем, что первичный рынок остановился в связи с тем, что там шел передел, так сказать, этого рынка. И вот смотрите, 2019 год, напомню вам COVID-19, да, и вот 2019 год показал нам также рост, рост активности на первичном рынке, хотя уже с 2019 года я и мой хороший товарищ Валерий Александрович Воронин говорили, у нас есть эти видео, можете посмотреть именно о первичном рынке, что, друзья, это какое-то сумасшествие. Не 2019 год, жесткие локдауны. Понятно, что это были сданы проекты, которые вот здесь были запланированы в семнадцатом, семнадцатом году, но все равно их было сдано достаточно много. Двадцатый год, это локдаун, уже там, я не знаю, какой по счету был, мы видим, что снизилось количество сдаваемых квартир. И вот самое интересное, еще раз напомню, мы начали с 2019 года говорить, я даже со многими своими друзьями, коллегами по бывшей профессии риэлторами, спорил и говорил, что друзья, что вы делаете, вы подставляете своих клиентов, первичный рынок, токсичный, нельзя ни в коем случае быть посредником, продавая эту самую недвижимость. И вот, смотрите, 2021 год, это, в общем-то, ну, как правильно назвать, даже не знаю, было самое большое количество квартир, сданных за всю историю современной Украины. Это 151 тысяча семьсот двадцать объектов жилой недвижимости. Хочу также поправить, в начале видео не сказал, сюда входят и квартиры, которые в сельской, или дома в сельской местности сдавались в эксплуатацию, которые не имеют никакого отношения компаниям-застройщикам, естественно, и квартиры в многоэтажных домах в городах. Но так как раньше статистика давалась нам общая, я, естественно, привел эти общие цифры, не разделяя город на деревню, вернее, город на село, эти данные сохраняются в службе статистики. Итак, мы видим, ну, верх, так сказать, безумия, да. Верх безумия 2021 год. И вот, друзья, ну, понятно, что война, никто не знал, что будет война, ну, по крайней мере, я-то точно не знал. Но весь 2021 год, каждое мое видео, которое касалось первичного рынка, я говорил о том, что, друзья, у меня даже гипотеза была обоснована с цифрами, она есть, вы можете ее посмотреть. То есть, применил в основу ее легла теория о отраслевых рынках, когда я взял внутренние валовые продукты, не просто Украины, да, а есть внутренние валовые продукты региональные, допустим, по областям там Одесская область, есть Днепропетровская и так далее, да, 4 области. И там вот эти макроэкономические показатели были, ну, просто удручающие. Просто все было критически плохо. Вот как у больного, который пришел еще вроде неплохо себя чувствует, но пришел с анализами, там, доктор смотрит и говорит, ой, друзья, вам надо ложиться под капельницу, и чем быстрее, тем лучше. И вот произошло то, что произошло. Мы увидели, друзья, что в 2022 году рынок первичный практически остановился, и 92 593 объекта жилой недвижимости было с Даном, что сравнимо, наверное, вот с какой тут у нас год, 2013, 2012 год. Это вот как только начался Майдан у нас в 2013 году, да, настолько просел первичный рынок. Еще раз хочу напомнить, что при строительстве того или иного жилищного комплекса уходит у компании-застройщика от двух и более лет. То есть мы вот здесь увидели довоенную сдачу, то есть вот квартиры, которые здесь были, проект начался, собрали деньги, и вот здесь они в 2022 году достроили его, те, кто смог достроить, да. А вот 2023 год, друзья, для первичного рынка это будет, ну, как по мне, еще наиболее худшие времена. То есть мы увидим в районе, возможно, 60, возможно, ну, 50, это более тысячи квартир в данных эксплуатации, то это будут квартиры, которые, или проекты, которые не начинались в год войны. Это те, которые будут там общими силами пытаться достроить. Итак, друзья, показал вам целую картинку истории развития первичного рынка. Друзья, риелторы, которые на меня часто обижаются, но при этом зарабатывают впихивая, втюхивая своим клиентам, так сказать, те или иные квартиры на первичном рынке. Вы зря обижаетесь, просто читайте и учите матчать. Я думаю, что это будет полезно, как и мне полезно. Я эти цифры не придумал, я их собираю, изучаю и пытаюсь рассказать вам. Итак, друзья, останавливаю показ слайдов, и пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости Украины, вам необходимо, что, друзья, правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете обсуждать видео, можете критиковать меня, писать гадости всякие. Пожалуйста, только с аргументами, иначе я как бы не отвечаю на такие, так сказать, эти самые комментарии. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь и уверен, станут для вас компасом, ну путеводные, естественно, в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. До встречи, друзья, в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok